Всем привет дорогие друзья! Подготовил для вас очередную подборку полезных товаров для велосипеда. Здесь вы увидите различные приборы и приспособления для удобства и безопасности, элементы экипировки, аксессуары, инструменты и детали. А если досмотрите до конца, увидите камеру, которая не спускает при проколе. В общем, все ссылки на эти товары, как всегда, находятся в описании под этим видео. От вас жду оценку в виде лайка или дизлайка и комментарий по данной теме. Желаю приятного просмотра. Поехали! Велокомпьютер Компьютер имеет дисплей диагональю 2,8 дюйма. Под ним расположены сенсорные кнопки управления, а на обратной стороне расположен отсек для батарейки. И компьютер имеет стандарт водонепроницаемости IPX6. Настройка здесь не сложная. Из инструкции даже без знания английского языка можно понять по картинкам, какие параметры вводить. Кнопка SET выбирает нужное числовое значение, а кнопка MODE это переключение или далее. Что касается функции, то он показывает текущую скорость, среднюю скорость, максимальную скорость, расстояние текущей поездки, одометр, температуру, время, время поездки, количество калорий, количество сожженного жира, секундомер и показывает сигнал низкого заряда батареи. Крепление позволяет закрепить велокомпьютер непосредственно на руле. Магнитный датчик здесь беспроводной. Работает он от батарейки такого же типа, что и компьютер CR2032. Устанавливается на переднюю вилку с помощью двух стяжек, а магнит надежно крепится на спицы переднего колеса на уровне магнитного датчика. Складной замок Защитное устройство изготовлено в форме цепи длиной 600 мм, состоящей из 14 стальных сверхпрочных пластин полукруглой формы, помещенных в пластиковую оплетку черного цвета. Для сохранности вашего велосипеда просто прикрепите его раму к любой неподвижной надежной конструкции, например, к забору или специальной парковке. Или можно просто блокировать колесо, если нет к чему прикрепить. В сложенном состоянии он представляет собой цилиндр 7х5 см и крепится на подсидельный штырь. На цепи имеется замок, закрывающийся на ключ. В комплекте идет два ключа. Тензометр для спиц Данный инструмент предназначен для точного измерения абсолютного натяжения каждой спицы в колесе велосипеда. Позволяет оценить относительное напряжение между всеми спицами колеса и контролировать качество сборки. Работает со спицами любого диаметра, формы и материала. Изготовлен из высококачественной стали и также имеет индикатор часового типа. Алюминиевая бутылка Данная велосипедная бутылка изготовлена из алюминиевого сплава, который изготовляется в специализированных лабораториях методом сплава металлов и не несет экологического вреда для окружающей среды и человека, а также является неаллергенным веществом. А пробка здесь обычная резьбовая, без дозатора и прочих приспособлений. Емкость бутылки 700 мл. Есть другие цветовые варианты, можете посмотреть, перейдя по ссылке. Сумка для телефона Данная сумка состоит из большого отдела, в котором можно хранить необходимые в дороге вещи и отделы для самого телефона. Сумка крепится с помощью лямок с липучками на раму велосипеда. Таким образом смартфон находится прямо перед вами и можно управлять через пленку, за которой он находится. Так что нет необходимости доставать смартфон из сумки. А в главном отделе есть специальное отверстие для вывода кабеля для зарядки от пауэрбанка. Сумка водонепроницаемая, так что все содержимое надежно защищено от дождя. Чехол Это специальный чехол для велосипедов под названием велоносок. Предназначен для чистого хранения велосипедов в квартире или в доме. Он натягивается на оба колеса, нижнюю часть рамы и педали. Подходит для велосипедов с размером колес от 24 до 29 дюймов или длиной от 1,5 до 2 метров. Изготовлен из высококачественного синтетического трикотажного полотна. Благодаря чему чехол отлично тянется в любом направлении, не теряет свои формы, не мнется, легко стирается и быстро сохнет после стирки. Детское велокресло Универсальное детское сидение для детей весом до 15 кг устанавливается между рулем и сидением велосипеда. А именно закрепляется на передней части верхней или нижней трубы рамы велосипеда при помощи быстросъемного крепления, позволяющего одним щелчком снять сидение с велосипеда. Возможна установка сидения и на рулевую трубу. Подходит для любого типа рамы, как высокой, так и заниженной, диаметром 25-45 мм круглого сечения. А также и на складной велосипед с размером колес от 26 дюймов. Весь необходимый крепеж поставляется в комплекте с сидением. А безопасность ребенка обеспечена трехточечными страховочными ремнями. Накладки на тормозные ручки Накладки изготовлены из силикона. Они хорошо тянутся и поэтому подходят почти для всех видов ручек тормоза. Они защищают саму ручку тормоза от механических повреждений и обеспечивают надежное сцепление с рукой, так как они не скользящие. Также они приятные на ощупь. А для того, чтобы легче было их надеть, рекомендуется замочить их в теплой воде. Также есть разные цветовые варианты. Светоотражающие наклейки Это светоотражающие ленты, которые можно приклеить на свой велосипед и сделать его выделяющимся в темное время суток. Как и где их клеить, все зависит от вашей фантазии. Это не только сделает ваш байк красивее, но и заметнее другим участникам дороги, что немаловажно. Длина ленты составляет 8 метров, шириной 1 сантиметр. Есть разные цветовые варианты. Велошорты Изготовлены из комфортного эластичного материала, лайкра и полиэстера. Все швы плоские, не доставляющие дискомфорта. Облегающий крой для поддержки и обтекаемой формы тела. Имеет вшитый многослойный велопамперс. Он состоит из элементов различной плотности и учитывает анатомию велосипедиста. Он гарантирует максимальную поддержку и мягкую амортизацию, оптимальное управление под отделением и антибактериальную защиту. Шлем с фонарем Шлем изготовлен из прочного пластика. Внутри он оснащен мягким съемным уплотнителем с москитной сеткой. Москитную сетку редко встретишь в велошлемах, а это очень нужная вещь. Размер шлема можно регулировать специальным колесиком в задней части. Ну и самое интересное, он оснащен передним фонарем и габаритными огнями по бокам и сзади. И габариты, и фара имеют по три режима свечения. К тому же фонарь имеет регулировку зума. Блок управления огнями находится сзади шлема. Левая кнопка включает габаритные огни, а правая отвечает за переднюю фару. Работает огни от встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч. Также есть другие цветовые варианты. Задний фонарь с поворотником и лазером. Данный фонарь крепится на подседельный штырь, а беспроводной пульт управления, который идет в комплекте, крепится на руль. Помимо обычного постоянного свечения, есть режим мигания и бегающий от центра к краям. Также есть функция поворота. В этом случае огни перемещаются в сторону поворота. Все режимы можно включать с пульта управления. А для того, чтобы было понятно, какой именно режим сейчас включен, на пульте есть светодиоды, которые дублируют текущий режим свечения. Также есть лазер, который отображает две линии по бокам от велосипеда, обозначающие ваши габариты. Работает от аккумуляторной батареи 2200 мАч. Bluetooth-колонка. Это портативная Bluetooth-колонка, фонарь, пауэрбанк и радио в одном гаджете. Основной материал корпуса колонки – это алюминий, не поддающийся коррозии с матовым покрытием SoftTouch. Сверху на корпусе расположены все необходимые служебные кнопки для управления колонкой. Колонка оснащена разъемом microSD, портом USB и microUSB, а также входом для наушников. Корпус соответствует стандарту защиты от влаги и пыли IP56. Это значит, что колонка не испортится от попадания на нее сильных струй воды, например, ливень или душ. Но ее нельзя погружать в воду. Колонка синхронизируется с мобильным устройством с помощью беспроводного протокола Bluetooth 4.1 на дистанции до 10 метров. Также можно прослушивать музыку с карты памяти microSD или обычной флешки. К тому же ее можно использовать в качестве громкоговорителя, поскольку она обладает функцией громкой связи. Колонка может заряжать смартфон, планшет или любое другое устройство, которое поддержит зарядку с USB. Встроенный аккумулятор имеет емкость 5200 мАч. Следующим достоинством является мощный и яркий фонарик, имеющий несколько режимов свечения. Свет имеет мощность 1000 люмен. Благодаря креплению, идущему в комплекте с гаджетом, колонку можно прикрепить на руль велосипеда. И она будет освещать путь в темное время суток, да еще и с музыкой. Камера Уникальная качественная велосипедная камера с ниппелем, которая выполнена из невулканизированной резины голубого цвета. Производитель выпускает изделия разных размеров и с разным типом ниппеля. Подобрать можно под любую марку дорожного или горного велосипеда. В данной камере есть интересное свойство. Она не спускает после прокола. То есть спускает, но не так быстро, как обычная камера. Например, если вы наехали на гвоздь или любой другой колючий предмет, то камера не спустит сразу. Вы можете продолжать кататься даже с гвоздем в камере. И не спеша доехать домой, где можно и заклеить камеру. А клеится камера самоклеящимися латками. Шкурить камеру не нужно, только протереть от пыли и наклеить латку как стикер. Очень просто и удобно. Натяжитель цепи Этот натяжитель предназначен для велосипедов Бромтон. Это складной легкий городской велосипед. У моего знакомого такой, он на нем ездит на работу. Так вот, натяжитель двухосевой. Он автономно управляет жесткостью и эффективно держит цепь, не давая ей слететь со звезд. Поддерживает шесть скоростей. Изготовлен из алюминиевого сплава. Ну и конечно же есть разные цветовые варианты. Если вы еще не пользуетесь кешбеком, рекомендую начать. Вам просто нужно, как и раньше, покупать то, что хотите. Только теперь вам за это еще будут возвращать часть денег, которые вы сможете потратить как хотите и где хотите. Для этого перед покупкой нужно выполнить пару несложных действий. Чтобы вам было проще разобраться, я записал видео, в котором показываю на примере своей покупки, как это работает. Ссылка на это видео находится в подсказках в правом верхнем углу, вот здесь. И также есть в описании под этим видео. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь и смотрите другие видео на моем канале. Желаю хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok